итак ребятки всем доброго времени суток сегодня 24 10 девятнадцатый год время без 29 едем по четверочке как вы видите уже как всегда в сторону москвы не стал я утром снимать стоянку обход утром стал быстренько у нас зуб почистил кофе попил поехал значит вчера были мы в воронежской области грузились мы металлоломом а точнее алюминием загрузились профилиами алюминия где-то трубы профиля уголки всякого куда короче двигаемся на улице туман тени за бортом 11 мальчик 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 на боковую застал да друзья сергей ерофеев просил передать привет ахмаду с гаражным бортовым номером 432 от серёгки привет пламенный пламенный привет видать знакомый друг коллега не знаю надеюсь что ахмат смотрели троллик передаст сереге тоже привет потом еще раз 4 3 по гаражным номер бортовой ахмат от сереги тебе привет так проходим и 406 километр это еще липецкая область у нас окружаемся в московской домодедово точнее в домодедово подольске на домодедовском шоссе так что едем потихонечку да ребята писали в комментариях да про камаз про мазки про электрику ребята особо на ходу писать и отвечать не особо удобно случим сейчас немножко вам расскажу по видео на насколько есть у меня информация смотрите на камазе 50 490 стоят своя электрика свои мозги свой компьютер именно с камазовский не мерседесовский ничего то есть мотор стоит на камазе 50 490 от мерседес аксор да но все комплектующие к нему пп электронники да по части электронной стоят камазовский мазки и блоки управления там и так далее и там подобное и вот этот бортовый бортовой компьютер мазки да они что-то как-то не доработаны по всей видимости и очень часто часто ловит глюк вот едешь едешь да ни с того ни сего раз приборка можете обогаснуть бортовой компьютер на приборке просто на ровном месте может заглючить либо стоишь ты начинаешь лазить в меню там ну посмотреть там масло например в моторе надо раз лазишь там это самое и бац у тебя раз все потухло из того ни сего как это все лечится ребята если отключить массу из кабины вот есть кнопка массы да она не поможет отключить массу на улице тоже не помогает ну помогает но не всегда самый хороший способ вылечить вот эти проблемы это снять аккумулятора клемму а лучше 200 не сразу плюс и минус когда снимаешь одну клемму насколько вот говорят электрики токи гуляют все равно по одной из клемм по плюсу или по минусу неважно и мозги бывает что они адаптируются надо снимать две клеммы на пять минуточек мозги компьютера обновляются и все и начинает снова работать все в штатном режиме почему так потому что я так считаю что где-то что-то не доработано в компьютере компьютер очень сырой и слабый поэтому поэтому когда начинаешь лазить это что-то как-то он зависает бывает такое часто на 5490 на 5490 нео часто такая проблема встречается не только там вот у коляна 8.6 да там на всех камазах у меня тоже такая проблема была зимой я помню приехал в челябинске да стоял грузился ну и решил посмотреть там уровень масла расход туда-сюда компьютере раз на кнопку раз раз нажал фигак у меня все потухло бывает такое ребята бывает еще не только и это да бывает случай у меня был зажигание включаю то есть приехал на выгрузку сдал да зажигание включи ну вы разгрузился надо было отъезжать зажигание включаю на ключ хоп у меня приборка потухла все потухло и ноль внимания то есть лампочки на приборке горят но приборка не работает и стартер не работает блин думаю что делать снял крышку аккумуляторную посмотрел все клеммы затянуты все ништяк было ну как я эту проблему излечил открутил две клеммы плюс-минус да стоял пять минут подождал назад прикрутил у меня все заработало сразу и компьютер заработал и стартер заработал глюк ловит глюк компьютер да и срабатывает защита короче там своя защита в компьютере стоит срабатывает защита и все блокирует такие случаи у меня были еще ребята камазовские мазки да вот камазовская электронная вот эта система она не к мерседесовской никак вообще не подходит то есть мерседесовскую программу ты подсоединяешь камазу да где-то что-то можно посмотреть где-то что-то но не все например снять ограничения чтобы увеличить скорость да или увеличить мощность мерседесская программа не подходит нужно специально камазовскую программу что найти очень крайне сложно таких спецов у кого есть специальная лицензированная программа то есть у дилеров у официальных дилеров нету камазовской специальной программы они пользуются мерседесовской ну посмотреть ошибки там они могут залезть там в определенные меню бортового компьютера да могут какие-то ошибки скинуть там как бы вот этой мерседесской программой но не более того например вот я еще раз говорю снять какое-то ограничение не могут дилеры потому что нет у них программы заезжал много раз кулибином к разным не могут говорить нету программ здесь нужна специализированная камазовская программа мерседесская программа к камазу не подходит для снятия там увеличения мощности и так далее и тому подобное можно на камазе 5490 добавить скорость ограничительность двинуть через тахограф да можно стоит это ну не знаю сколько не буду врать знаю что это можно сделать но ребята опять же это будет большой минус проехал ты по факту полторы тысячи километров да вот сдвинули тебе это ограничение то есть 90 ограничений да тебе сделали 100 чтоб машина не ходила сдвинули проехал ты с точки А до точки В полторы тысячи по факту да а спидометр у тебя будет показать 1450 то есть он тебя будет крутить уже меньше почему-то это если ты будешь через тахограф через тахограф сдвигать ограничения скорости то есть скорость будет больше а километраж будет накручивать меньше по факту то есть если кто-то работает а у кого-то стоит глонасс на машине да и все движения отслеживаются да ну то есть по факту ты будешь полторы тысячи проезжать да вот с точки А до точки В полторы тысячи ты проехал а диспетчера посмотрим а у тебя будет 1450 меньше скорость показывания будет потому что глонасс завязан с камазской системой и показывает у диспетчеров компьютер по камазской системе как камаз пишет так и компьютер у диспетчера показывает так что сдвигать через тахограф не стоит вообще нету смысла почему потому что во первых показания будут неправильные и так он в принципе неправильно работает спидометр здесь хотя у меня он не сдвинут ничего всего как вот с завода было ничего я не делал спидометр пока там 95 предположен да а по факту идет машина 89 5 километров разница есть почему так не знаю хотя машина тарировку делала колеса тарировались когда тахограф ставили все это дело делалось но почему-то как-то вот так не знаю так что друзья еще что хочу сказать вот эти мерседески рядные моторы шестерка рядные да не любят скорость сразу говорю если кто-то ездит не стоит отвязывать до сотки постоянно жарить за скорость 100 км в час потому что рано или поздно мотор оглох мотор вот этот ряд не любит скорости он начнет масло жрать потом начнется голодание у него и в конце концов начнутся большие-большие проблемы с этим эффективом не верите мне зайдите на канал профессор преображенский там у него камазик прошел по-моему по-моему 300 тысяч километров и уже не один раз не один раз они лазили в мотор сначала там одно случилось потом другое что-то скоромыслом у них было связано потом с колпанами много-много было проблем именно вот этот с рядной шестеркой всех карт он не открывает профессор да не говорит что что почему и как ну скорее всего у него камазик был отвязан и давали просраться поэтому случилось голодание и в общем двигатель вышел из строя вообще-вообще мерседесские вот эти движки уже давно выпускаются да и вот которые чисто немецкие да вот чисто немецкие которые с Германией да на мерседесах на отзорах да вот они ходили довольно таки неплохо но почему-то почему-то на камазах они не очень хорошо себя зарекомендовали на Турате ну во всяком случае вот 165 тысяч камазик отбегал с мотором нареканий нет вроде работает все вроде отлично единственное один вот небольшой косяк на этом моторе это турбина которая начала подкидывать масло в каких-то предыдущих роликах я это показывал на интеркулер который под руки идут на соединение масляные пятна появились и сама турбинка тоже в масле это в каких-то роликах я это показывал так что турбинка скоро придет в негодность и придется ее менять турбина стоит в пределах где-то порядка 150 тысяч рублей оригинальная рублей за 80 можно купить не оригинал какой-нибудь в пределах хорошего качества не оригинал но хорошего качества но как она будет ходить неизвестно повторюсь данный камазик входит на заводских настройках то есть не отвязан ничто вот прямопредельная крейсерская скорость это восемьдесят восемьдесят девять километров в час больше не идет но я ездил где-то восемьдесят пять восемьдесят три так вот ну когда надо очень уже спешу но подваливаю подсрачник но это редко бывает погодка тем не менее начинает налаживаться туман рассеивается и можно работать и нужно а мы тем временем проходим уже триста восемьдесят пятый километр это все Липецкая область на выгрузку приедем в часа в два в три где-то вот так примерно думаю что под четырех мы разгрузимся и поедем потом опять на загрузочку опять наворожим длинная неделя сегодня у меня но эта неделя вообще длинная и почему-то такая ужасная загрузки не пойми какие то в Белгородскую область то в Воронежскую область неизвестно где не грузит очень поздно-поздно вечером что ночью ехать уже смысл нет приходится держать на стоянку отсыпаться и с утра спокойно ехать со свежими силами так что едем работаем больше больше этот прогресс власти это лишь если бычок меня Lascia Вольвочка, ФМК-16 Итак, ребятки, тем временем добрались мы до Тульской области Вот стелочка справа Заправка Лукойл И здравствует Тульская область Смотрите, небо все затянуто опять с серыми облаками Такое ощущение, как будто сейчас пойдет снег Хотя, что тут говорить Уже конец октября Так что все возможно И что будет снег сегодня Так что идем Радуемся жизни Посмотрим в очередной раз, как работает пункт взимания платы Шлагбаум быстро открывается или нет Посмотрим сейчас Быстро довольно-таки Без всяких-всяких остановок Сейчас мы едем дальше Дан Гранч Наша контора местная Итак, ребята, идем на подъем Вольвочка ФМК-16 Пусть только мне маленечко скину обороты И спокойненько идет Первый регион Вольва Также Липецкий лайнер Заказной Мерседес Кстати, это С детьми Едет Экскурсия куда-то Итак, друзья Обходим МАН-магнит Проходим уже Примерно 200 Вот сейчас табличка будет точно скажу Какой километр 261-й километр Подольск нам осталось Еще километров 150 Итак, ребята На подъем идем Обходим очередной дафик Опять Лангранж едет Ну, везет он наверняка Тон 40 Это ясный пень Что Тяжело им подниматься Подъемы У меня-то за спиной Двадцаточка всего А у него 40 Так что Попутчик стоит Тормозит Можно было взять Попутчика Но я еду До ближайшей кафе Так что Нет смысла Мне его брать Так, ребята На той стороне На встречной Стоит кран Тяжеловес видно, да? Прохожу я его Не буду я сейчас Подробнее снимать Кран тяжеловес Берет Очень много тонн Он Не знает Полтинничек, наверное Он берет спокойно Ну ладно Не суть, в общем-то Стоит этот кран Уже Не А4, наверное Не меньше Я вот второй рейс Совершаю Он все стоит Никого вокруг него нету До этого ехал я Утром, да? Гаишники стояли А сейчас Канусами его Отгородили И все И больше никого нет Вообще Что-то в последнее время Четверочка стала свободна Машин нету Еду один-одинехонько Отводит машина Одна-две там И все И больше никого Еду один сам по себе Сезон Отпусков закончился И дорога Освободилась Стала гораздо свободнее Так что можно ехать Спокойненько Послабоне Не напрягаясь Вообще прям шикарно Ну а мы, ребята Едем до ближайшей кафе Время уже Одиннадцать часов Сейчас заедем Пообедаем Ну, если так можно сказать Сначала, наверное, позавтракаем Потом пообедаем Это будет два в одном у нас И обед, и завтрак Завтрак, и обед И дальше поедем На место выгрузки Разгрузимся И помчим дальше На погрузочку Ладно, поехали Скинул я малеха скорость Причем потерял Теперь трудно набрать С двадцаточкой Ну смотрите-ка Набираю Пошел даб обходить А перед дабом идет Такой же КамАЗик Как у меня Причем с крымскими номерами Крыму привет И Мой КамАЗ Дело знает Итак, друзья Догоняем Ростовского партизана Но Сзади не дают Меня погнать Сейчас Дело сделаем Добавляем тапочек Ах, это мазурик Едет ростовский С госномером Трикола Красавчик Мазурик Весь кривой Зато номер у него Блатной Трикола Итак, ребятки Тем временем Подъезжаем мы к кафешечке Время уже без 20.12 Вот она Впереди у нас кафе Заезжать на парковочку Обедать После чего Поедем дальше Время как раз 12 уже подходит Не то, что надо Как там говорится Война войной А обед по расписанию Вот это про нас Здесь сутка наставали машины АБК Все, ребята, приехали мы Пойдем обедать Пойдем обедать Как раз тахограф на перерыв Нас зовет Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки А я пошел Набивать кишку Вот лорик стоит Что-то, кстати, ломает Защелка, видать Не фиксируется Что за прицеп А, шмитц И вот кафе Все, я пошел До скорого, ребята Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok